Но вот так получилось, нам удалось сделать эту выставку на втором этаже. И так как каллиграфия не совсем понятна вообще, не совсем понятный материал для нашего европейского посетителя, мы постарались в каждые выходные сделать для вас какое-то событие, лекцию, мастер-класс, или даже сегодня перформанс, который связан с каллиграфией, что добавит вашему знанию, помимо посвящения самой выставки. Петр очень известный художник, который занимается печатной графикой, и теперь каллиграфией. Сам он из Словении, но много очень работают в Китае, он живет там каждый год по несколько месяцев, и в Европе. В Китае он преподает печатную графику, потому что он прекрасно выглядит китайским языком, и свободно изъясняется на ее. В Европе он преподает каллиграфию, печатную графику, историческую и так далее. Петр является экспертом в этой сфере, он один из немногих европейских каллиграфов, который является членом института каллиграфии в Китине. В общем-то для европейца очень, скажем, очень большая эргенция. И сегодня, вчера у нас прошел мастер-класс, и те, кто интересуется каллиграфией, мы не знаем, что это будет. Я тоже, точно, очень биоросийский подход. Мы поэтому назвали это «Перформанс», у Петера «Кисть», «Душ», «Онсан», «Райская бумага». «Райская бумага», соответственно, сейчас он нам что-то покажет. Я думаю, это будет интересно. Нам помогут наши волонтеры, только я с вами Анна, Екатерина, которая нам поможет с переводом. Но если вам что-то будет непонятно, у нас с вами здесь есть куратор нашей выставки, Сергей Евгеньевич, что он стоит с телефоном, снимает нас. Он ответит на какие-то вопросы, которые, наверное, волонтеры могут выпустим, но не гладит такими знаниями, потому что являетесь таким же таковой. Так что давайте еще раз преобладим нашего художника. Поплодисменты. Спасибо за внимание. Внимание на вас. Здравствуйте. Здравствуйте. На. Я хочу показать вам специальные чиновники. Я хочу показать вам специальную китайскую кисть. Это кисть новая. Возможно, я использовала только однажды. Как вы можете видеть, это сделано из... Это сделано из курицей, вы понимаете? Это сделано из курицей? Да. Из рогов. Из рогов. Из рогов. Из рогов. Из рогов. это волосы яка, шерсть яка. Внутри короче волосы. Все китайские кисти сделаны как лук многослойный. Внутри они короткие, дальше все длиннее, длиннее и длиннее. И сердце кисти здесь. Художник или каллиграфист, когда использует эту кисть, он чувствует энергию здесь. Как другие азиатские восточные художники или владельцы кисти. Я сейчас чувствую соединение своей энергии кисти и энергию кисти. Я думаю, что у нас не было такого длинного пуска бумаги и я соединил несколько. И для начала я попробую нарисовать пробу. Это символ всей энергии. Которая не имеет начала и не имеет начала. И также это символ нашей энергии жизненной. Наша жизненная энергия никогда не заканчивается с смертью нашего тела. Таким образом, я попробую нарисовать один кусок бумаги на один кусок бумаги. И затем мы сделаем что-то с другими пластями на эти два куски. Таким образом, один кусок будет только один. Я нарисую круг на одном куске бумаги и на других я буду рисовать другими кистями. Мак puzzу пробу. Да, не важно, что мне надо. Я не могу. Я не могу. Здесь прячь. Какое утро? Я хочу сказать, что прежде чем начать рисовать чернилами, мы должны пустить кисть в воду. Никогда не касайтесь чернил с сухой кистью. Сейчас вы видите, как много воды и чернил стекают с кисти. Нам нужна бумага побольше, но у нас ее нет. Да, это не проблема. Это не проблема. Это не проблема. Субтитры добавил DimaTorzok Мы можем видеть, что это не идеальное изображение, но оно очень красивое То есть начало у нас такое мощное Еще одно на следующей бумаге Теперь я сделала опять Поехали Итак, следующая бумага У меня есть с нескольких И еще один Сейчас мы можем видеть, что на первом рисунке очень много чернила, как будто матыша. На втором рисунке я не макал уже в чернила кисть, потому что у нас много чернила. На третьей я уже совсем не осталась чернил, и мы можем видеть много воздуха, много промежутков. Это как по свету. Сейчас мы можем попробовать сделать одну большую, потому что это три разные работы. Я поставлю печать со своим именем. На левой стороне всегда здесь. Это комната. И моя имена. Юлин. 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 И сейчас печать. Кто был, кстати, на вчерашнем мастер-классе, Петр подробно рассказывал про печать, про то, что нужно для каллиграфии, почему именно она красила, и как ему и сделали. И вторая печать ставится в верхней стороне. Это не имя, там было имя, это не имя. Это печать сделана мной самим. И значит это невозможно. Здесь написано. Пук Хэ Сэйи. Здесь написано это невозможно. Я сделал эту тюрьму, специальные четыре слова. Это не возможно сделать. Так что я сделал. Теперь это одно слово. Да. И мы можем видеть, это только круг. Японцы называют его энсо. 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 Энсо means circle of nothing. Это значит круг. Ничего. Да. Это обозначает свободное мышление. Да. И тоже свободная душа. И обозначает никогда не заканчивающуюся любовь и жизнь. Возьмем новую бумагу. Я буду рисовать иероклиф. Я буду рисовать иероклиф. Это просто строки, это не какой-то конкретный иероглиф. Это как язык, которого мы не знаем. Этой кистью. Поступим следующим образом. Первый, второй. Этот язык, это язык, на котором никто не говорит. Но это мой язык. Прямо сейчас, в этот особенный момент в Екатеринбурге. Когда я делаю это в своей студии дома, это другой язык. Это выглядит, как японская или китайская каллиграфия. Как какие-то слова. Иногда мои китайские друзья могут прочитать это. Они говорят, что я написал что-то, чего я не знаю. Потому что иногда они очень похожи на китайские иероглифы. И они очень, ему очень нравится это. И для них очень большая проблема написать так же, потому что они знают китайские иероглифы. И в этом различии я словак, я европеец, и я не пишу на китайских иероглифах каждый день. Поэтому я могу делать так. Это абстрактная каллиграфия. А сейчас мы напишем обычную стандартную каллиграфию. Китайскую. Китайская. Я лечил. Китайская. 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 Продолжение следует...